ТРАССА СТО ОДИН Приветствую в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Похоже, российские власти всерьез решили упростить правила прохождения технического осмотра. Новый порядок должен вступить в силу с 1 марта следующего года. Вот что уберут из действующего перечня. Проверка наличия аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки, выявление повреждений элементов тормозной системы, проверка уровня шума выхлопной системы, работоспособности стеклоомывателя, наличие подтеков масла и других технических жидкостей. МВД еще предлагало убрать из перечня замер уровня СО2, но этот пункт оставили. ТРАССА СТО ОДИН Нынешнюю вакханалию на рынке автомобилей Дороговизна, дефицит, надо просто переждать. Через год-полтора цены на машины придут в норму. Об этом заявили в Национальном союзе автомобилистов. При этом не уточняется, что значит придут в норму. Снизятся? Это вряд ли. Активисты советуют россиянам повременить с покупкой нового авто. Лучше, по их мнению, вложиться в ремонт имеющегося средства передвижения. ТРАССА СТО ОДИН В Париже на большинстве улиц ввели новые ограничения скорости для водителей 30 км в час. Такое черепашье значение, убежденные власти французской столицы, приведет к снижению числа аварий, уровня шума, улучшению экологической обстановки. О том же самом, кстати, подумывают в правительстве Москвы. Мысль о 30 км в час широко озвучивалась весной этого года. ГИБДД ее поддержала. ТРАССА СТО ОДИН А компания Volkswagen в скором времени собирается полностью отказаться от механической коробки передач. Первой моделью, только с двумя педалями, станет Tiguan нового поколения. Его представят в 2023 году. Затем настанет очередь с нового поколения Passat с индексом B9. Ведь отказ от механики для немцев является частью концепции перехода на выпуск электрокаров. Сплошь электрической вся продукция Volkswagen должна стать не позднее 2033 года. ТРАССА СТО ОДИН Максимальный размер выплат в рамках ОСАГО 400 тысяч рублей. Но как быть, если автомобилю нанесен тотальный ущерб и убытки намного превышают указанную сумму? Из ситуации можно выйти, сделав оценку стоимости авто на момент аварии. За разъяснениями обратимся к руководителю отдела транспорта компании X-Con Константину Кузнецову. Мы можем осмотреть автомобиль полностью с выездом, с полной дефектовкой данного транспортного средства и составить смету восстановительного ремонта, если она превышает 400 тысяч. Если автомобиль нецелесообразно восстанавливать, то тогда мы еще составляем расчет стоимости транспортного средства на момент аварии и стоимость годных остатков. И разница между этими двумя величинами получается ущерб, который человек может потребовать второго участника ДТП. Если он не согласится в добровольном порядке, подать рисковое заявление в суд. Компания X-Con находится в Кирове по адресу улица Карла Липкнехта, 13. Телефон горячей линии 73-50-50. Сайт xdefiscon.ru На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101 Трасса 101